Это важно. Начнем с одного важного вопроса, от которого все мы сможем получить дополнительное знание и преимущество. Денис, скажи ему, что у всех записи ужасный русский перевод идет два раза и слышать почти невозможно. Может, он что-то поменяет в настройках? Городжи, может быть, ты изменил что-то в последнее время, потому что записывание трудно... Именно перевод, твой перевод. Городжи нормально, а перевод двойной идет. Окей, my translation is doubling. Да, да. Это тоже... Я checked, что твоя translation у вас есть много эко, не мой. Да, но это может быть связан с твоим записей, потому что ты прям CEO следующей session. Ага, да. Я думаю, может он просто через внешние науки какие-то установки это или его не двойные. Maybe if you just changed, maybe you changed something last time, then you can change back, or did you do it? I changed back to the Logitech. Okay, so let's just change it back and see if that helps. Yes. Oh, Alman has come, very good. Yes. So, I believe that you have heard the last session, last week you have contemplated, so that I will briefly touch upon, and then we will understand. Городжи надеется, что все мы слушали прошлую лекцию, размышляли над ней, и он быстренько еще раз по ней пробежится, прежде чем начать новую лекцию. Городжи использовал такую метафору, как если бы автодорога имела три полосы, точно так же и ум. Имеет три потока. И сейчас нам, только для того, чтобы нам проще было понять, мы используем эту метафору. И первый поток уманов, и в нем у нас присутствует множество мыслей нежелательных, и тех, которых мы не приглашали в наш шум, это мысли о умах. Боли, удовольствиях, конфликтах, страданиях и прочих. Итак, здесь внимательно. Мы должны быть внимательными и понимать, что ум подобен одной дороге. Дорога одна, но разделена на три полосы. И когда мы слушаем Городжи, то в этот момент он попадает во второй поток. И с помощью второго потока ума мы удерживаем и сохраняем знания, которые позволяют нам избавиться от неведения, которые есть у нас в первом потоке ума. Можно задать вопрос, как это возможно. В темной комнате есть выключатель, и он в углу находится. Мы нажимаем на эту кнопку выключателя, и комната вся освещается светом, темнота пропадает. Вы понимаете? Вы понимаете? Все поняли. Поэтому восточная мудрость утверждает, что мы должны слушать и изучать, снова слушать и изучать. И именно от учителя, а не из книг. И тот я, который находится в потоке ума один из-за своего неведения, он на самом деле там не находится. И что случается с умом? Он становится пустым. И что случается с умом? Он становится пустым. И тогда истинное знание познается. И это то, что Гурджи имел в виду, когда он говорил о потоке номер три. Ум перестает утверждать, что я тот, кто познает, и я тот, кто делает, тот, кто действует, и тогда ум напрямую отражает истину знания. Истинное я и истинный познающий отражаются нашим умом. И такой ум тогда всегда испытывает пустоту, потому что ему ничего не нужно делать. Теперь давайте посмотрим на ум, который является источником проблем. Возьмем пример, каким образом Гурджи знает нас, познает нас. Все происходит в уме. Когда я говорю, что я знаю тебя, то это происходит в уме. Когда я говорю, что я вижу тебя, это происходит в уме. Когда я говорю, что я что-то знаю о тебе, это тоже происходит в том же самом уме и в этом проблема. Мы часто говорим, у меня болит голова, но говорим ли мы, что я есть боль головы, я являюсь этой болью головы. То есть где-то происходит это разделение, когда истинное Я оказывается не таким, как его воспринимает, точнее ум воспринимает Я не таким, каким оно наслаждается. Он на самом деле является, не истинный Я. Попробуем понять с другой точки зрения. Вчера Гурдж об этом говорил, когда во время другого занятия с украинцами, которое организовала Оксана. Вчера Гурджи. 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 или имейл, указывающий мне на то, что мне нужно стать злым или расстроенным. Понял. Например, возьмем Светлану, которая разозлилась на своих детей или расстроилась в связи с какими-то их действиями, то ее дети присылают ли ей сообщения, смс или имейл, в котором они пишут, что ты должна быть расстроена или ты должна на нас злиться? Такое случается, и они такое сообщение присылают. У нас за окном раздается какой-то беспокоящий нас звук. Разве этот звук нам сообщает, что мы должны расстроиться по поводу этого звука или обеспокоиться? Вы понимаете? Все понимают. Ага. 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 Если никто нам не присылает такого сообщения с указанием разозлиться или расстроиться, то почему мы расстраиваемся или злимся? Простой ответ – из-за ума. Потому что мой ум реагирует импульсивно, инстинктивно и по привычке. Все поняли этот момент? Если никто и ничто в этом мире мне не присылает сообщения с указанием расстроиться или разозлиться, то тогда почему же я расстраиваюсь или злюсь? Улыбайтесь и даже если не понимаете, говорите «Да, всё понимаю». Давайте другой пример Гурджи приведет. Мы изо дня в день едим один и тот же овощ, и в конечном итоге он нам надоедает, и мы меняем на какую-то другую еду. И вот этот факт, что нам он надоел, происходит благодаря тому, что у нас повторяющаяся какая-то мысль или действие. То есть повторение мысли или действие оно причиняет надоедание. Все поняли? Соглашайте. Следующая вопрос к тебе. Сколько раз, до сегодняшнего дня, каждый день, вы чувствуете, устойчивость, вы реагируете? Вы не чувствуете? А тогда возникает вопрос, сколько раз в течение последних дней, месяцев, недель мы злимся или расстраиваемся по поводу чего бы то ни было? Разве нам это не надоедает? Как же мне может надоесть расстраиваться, реагировать или с кем-то драться? Я повторяю опять и опять и опять и опять. Почему? Потому что mind is habitual, mind is impulsive, mind is instinctive. That is why Buddha says, know thyself. Я изо дня в день повторяю одни и те же вещи. Почему? Потому что ум импульсивен, действует по привычке и поэтому Будда говорит, что нам нужно познать себя. Тогда опять я так скажу, что Будда думает, что не важно. Будда думает, что я скажу, не важно. Потому что я скажу вам, потому что они могут поделиться. Не важно не верить о нижней вы alternatives. Будда, думаю об этом. И Будда говорит, не верьте слепо тому, что вы слышите или читаете, или только потому, что это было кем-то или где-то написано, нужно все ставить под сомнение и размышлять. Задайте вопрос, зачем Будда так сказал, разве Будда не мог просто благословить меня, чтобы все было хорошо? Простой путь. И простой ответ здесь, до тех пор, пока мы не будем готовы обнаружить любовь, мир и счастье внутри нас самих, ничего не произойдет. The way you cannot eat for me when I am hungry, same way I cannot discover peace and happiness for you, unless you are ready. You are ready means your mind is ready. Your mind is ready means listen to the Buddha and the Krishna bending and quiet. Точно так же, как я не могу насытиться, когда кто-то рядом со мной ест, точно так же и кто-то не может за меня или вместо меня познать эту истину. Ум должен быть готов, мой ум должен быть к этому готов и он должен ставить под сомнение все сказанное. Are you clear? Всем понятно. И поэтому все учителя говорят, что истина универсальна, она не ограничена ничем и ее невозможно так делать. It is not important who wrote it, when and where, six thousand years or today. И не важно, кто написал, рассказал эту истину, когда, шесть тысяч лет тому назад или сейчас, важно то, что я должен быть готов к тому, чтобы воспринимать эту истину и обнаруживать ее. I have a business proposal by which you can earn million dollars. Does it excite your mind? Если у Городжи будет к нам деловое предложение, как заработать миллион долларов, это вдохновит наш ум? Yes. But when I say it is much more than a trillion dollars to find this self-discovery, it does not excite my mind, because my mind is living impulsively and habitually. Но когда Городжи говорит, что есть нечто, истинное знание, которое по ценности превышает миллионы долларов, то это почему-то не вдохновляет наш ум, потому что он продолжает жить по привычке и инстинктивно. Для нашего текущего ума та истина, о которой Городжи говорит, она не слишком важна, не имеет ценности больших. Почему? Потому что ум живет в состоянии нечистоты. Да. Ум нечист One��. Ум нечист As long as the mind is living in impurity, in delusion, in claiming you made me angry, you made me upset, the word is responsible. I cannot do the self-inquiry so I have to make the mind pure. До тех пор, пока ум не чист, пока он живет в заблуждениях, что кто-то извне причиняет мне страдания, и кто-то повинен во всех моих проблемах, я не могу заниматься самопознанием. Всем ли это понятно, Гураджи? Идет по шагам. When the current state of the mind is full of impurity, that impurity perceives what is false as real. That is why I am not excited, I am not committed, I am not… I have a lot of other things to do in my life profit and why it is going for a自己 discovery. В текущем мире наш ум полон загрязнений, и поэтому он воспринимает ложное за истину, и поэтому он не вдохновляется самопознанием и думает, что у него есть гораздо более важные дела. Тогда правильный вопрос должен прийти к нам. Ум, как же очистить ум? Или же чей-то ум думает, да, продолжайте, мой ум уже чист полностью, нечего очищать. Я не могу спросить, нет, 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 я не знаю, я не знаю, что ум пытаюсь, но вы не уйдете, Если чей-то ум утверждает, что он уже чист и свободен от загрязнений и готов учиться, это означает, что такой человек недостаточно внимателем к своему уму, к своим реакциям, к своему отношению к внешнему миру, к своей готовности расстраиваться, гневаться и так далее. Are you clear? Всем понятно. Let us move ahead. Ask questions in your mind. I'm asking questions for you in the mind. And then I'm answering. Нам нужно задавать вопросы, как Дгураджи сейчас задает вопросы и сам же на них отвечает. Last week, how many times I got upset, anxious, reacted, stressed. That is the infinity of the mind. На прошлой неделе, сколько раз я расстраивался, беспокоился, реагировал, это все и есть признаки загрязнения ума. Why? So the master says it is because of the desire, attachment, delusion, is it? Учителя утверждают, что это происходит из-за желаний, привязанности и заблуждений. Ask again why? Снова задайте вопрос, почему? Because I become one with a desire, I continue to live in the lane number one. Потому что я становлюсь одним целым с желанием, и я начинаю жить в первом потоке ума. I gave you an example. I have a headache, I am not a headache. So when I become the headache, that is lane number one. My experiences and the knower become one, and they both are the mind. I have to transcend the mind, that is what the mindfulness is. Как Городжинам уже приводил пример, что у меня болит голова, а не я являюсь головной болью. Если я воспринимаю себя как головную боль, то это уже поток ума номер один, и мне нужно преобразовать свой ум для того, чтобы он вышел за пределы первого потока ума. Я прислал сообщение, и он в ответ на мое сообщение понял, что нужно еще раз пройтись по этой теме. В любой момент, когда мы переживаем гнев, конфликт, раздражение и прочие подобные эмоции, Ум загрязнен. Ум расстроен, но тот же самый ум утверждает, что я расстроен в своем заблуждении. И в этом проблема. Видим ли мы синего неба? Соглашайтесь. Но то, что я вижу и то, что я переживаю как синее небо, на самом деле не является синим, небо не синим. И по этому же принципу мои переживания беспокойства, раздражения, стресса и так далее могут тоже быть неистинными, ложными, и мне нужно поставить их под сомнение. Вполне возможно, что я вижу мираж в пустыне, но этот мираж не факт, что истинный. И вывод здесь такой, что наше переживание может отличаться от истины, поэтому нам нужно ставить свои переживания под сомнение. Например, я вижу красивую девушку, и мое переживание, которые уже представлены в голове. Например, я вижу красивую девушку, и мое переживание красоты этой девушки связано с тем, что уже находится в моем уме, тем, что там уже раньше было. Понятно? И мой ум может по-разному воспринимать. девушку, он может воспринимать ее с точки зрения того, что у меня к ней есть желание, или ум может видеть ее как богиню, или ум может иметь какие-то чувства к ней. Which one is true out of the three? Что из этого, из этих трех вариантов, какой вариант нам ближе? Which one is true, my friends? Какой вариант истинный? То есть не так вот, какой вариант будет истинный? Neither. Sergei is thinking which one is true. So the master says, none is true. Whatever you see is different and separate from you. The body is a false appearance, superimposed on the real self, the way the blueness is superimposed on the sky. You are nothing but the real self. And учитель на этот вопрос отвечает, что ни одно из этих представлений, ни одно из этих переживаний не является истинным. Оно подобно тому, как мы видим небо синим, нам оно кажется синим, а на самом деле не является синим. Точно так же и любой из этих трех вариантов названных выручить переживаний, хоть они и могут нам таковыми казаться, но они истинными не являются. где я сейчас нахожусь в первом потоке ума, куда мне необходимо добраться в третий поток ума. И я должен быть достаточно квалифицирован, чтобы совершить этот переход. как мне стать таким квалифицированным искателем, мне нужно размышлять, не что сказанное, не нужно брать на веру, все нужно ставить под сомнение и размышлять. The way мы анализе блуенес в скай, мы realize скай не блу. The way мы анализе мировой водой is false. One day when we are able to analyze this body is false, we will only see the real self, we will only experience the real self, nothing else in this world. точно так же как мы видим, как мы можем проанализировать тот факт, что небо не является синим, несмотря на то, что нам оно кажется синим, и точно так же как мы можем проанализировать, что в пустыне нет воды, которая нам видится как мираж, точно так же однажды мы сможем увидеть, что это тело, которое мы принимаем за истинное на самом деле является ложным. И точно так же однажды мы придем к выводу, что поток ума номер один ко мне не относится, мне не принадлежит. ум все еще будет сохранять желание выпить чашечку кофе или жениться, но при этом я буду осознавать, что это не я, не мои желания, и я буду выполнять то, что хорошо и правильно, и на этом все. аналисе называется Viveka. Такого рода анализ называется Viveka. So the master first point they make it that I have to become a qualified seeker by an intense and fine analysis of what is happening in my mind, what is happening around me, what exactly is the stress and the suffering, does anyone send me the message to be upset over me or not. Поэтому учителя утверждают, что нам необходимо очень тщательно анализировать, что происходит в моем уме, что происходит во внешнем мире, заставляет меня кто-то гневаться или расстраиваться или же это происходит не с подачи кого-то внешнего. Answer in your mind. If we, ok, let us do that analysis, but why? Да, давайте, мы можем задать вопрос, ну хорошо, мы проведем такой анализ, но зачем нам это нужно? So that answer to the question of why gives you the subject matter. What is the subject matter? Who am I? What is the nature of the world? Does these questions come to your mind or not? If they do not come to your mind, you are not a thinker? И ответы на эти вопросы дает нам объект исследования. Мы должны в своем уме иметь вопрос кто я и что из себя представляет этот мир. Если у нас не возникает таких вопросов, то тогда мы не являемся искать ими. Again ask why? Why should I know that who am I? I already know who am I? I am the body, I am the mind, I am the husband, I am wife, I am parents, you know, and longness. You are none of them. И снова задайте вопрос, зачем мне знать кто я, ведь я уже знаю, что я являюсь умом, телом, мужем, женой, сыном и так далее, но на самом это я и так если мы поддерживаем это сомнение в уме, сомнение в том, что я являюсь мужем, женой, учителем, телом, еще кем-то, то это поможет мне заняться поиском истинного я, но снова задайте вопрос, зачем мне это нужно? И учитель отдает такой ответ, это нужно для того, чтобы завершить все виды страданий и для того, чтобы пробудиться к миру любви и счастья. Мы недостаточно много внимания уделяем подготовительным шагам восточной мудрости, поэтому мы терпим неудачу. Городжи уже нас запутал. Три мудрости, кто я? Три мудрости, кто У нерезав не ничего без думки или без понимания Еще более упрощая сказанное, Городжи подводит такой итог, что на первом месте квалифицированный искатель, на втором месте предмет изучения, а на третьем месте результат. Наш ум ничего не будет предпринимать или делать, не понимая, какой будет или должен быть результат. Армену уже становится скучно, говорит Городжи. Будучи искателем и зная. Я предмет изучения, я также знаю, что результатом этого будет, результатом моего пути будет прекращение страдания и познание истинного Я. Умение соединить эти три компоненты и делает нас искателем. Городжи может привести пример из повседневной жизни, который подтверждает, что мы всегда соединяем эти три фактора. Городжи нам такой пример приведет, что... Кто-то удивлен? Городжи нам такой пример приведет, что... Он идет в туалет. Давайте найдем тут три фактора. То есть там есть я, который идет в туалет, там есть объект, над которым осуществляется действие, то, что называлось объектом исследования, это, собственно, туалет. И есть результат этого действия, это очищение желудка уже, у кого как. Я иду на кухню для того, чтобы съесть что-то. Давайте найдем там эти три фактора. Или мне скучно слушать это все. Давайте найдем здесь три фактора. Я люблю тебя. Давайте тут найдем три фактора. Мы всегда действуем с помощью этих трех факторов. Но нам очень сложно здесь, наверное, имеется в виду восточную мудрость, использовать эти три фактора и осознать их. И это становится большой проблемой. Эти три фактора. Все учителя вспоминают эти три фактора, а их соединение известно как четыре соединения. Без этих четырех соединений познание себя невозможно. И еще раз Городжи хочет повторить то, что он вначале говорил, что никто не заставляет меня, когда я вижу кого-то слиться на этого человека, никто мне не присылает такого сообщения с указанием, что мне нужно сейчас разозлиться или расстроиться. Но все равно мы расстраиваемся и злимся, почему же так происходит. И кто за это отвечает? В этом важность того, чтобы стать искателем. So our Masters, you know, they start from anywhere. They come to the same four connections. И все учителя, они могут начать из любого места, но всегда они приходят к этим четырём связям, четырём взаимосвязям. Я хочу знать, кто я, я хочу знать, чего я хочу. So the Buddha says, know myself. It means I do not know yet who am I, but I believe I know what I am because of the delusion. I know I am the blueness of the sky, I know that I am the mirror as water, I know that I am the waves in an ocean. That is a wrong and false notion. I don't want to remove it. So how can I start the journey for connections? Поэтому Будда говорит, познай себя, но я не хочу познавать себя, потому что я думаю, что я знаю, кто я. Я думаю, это с такими же заблуждениями, как если бы я воспринимал небо синим и считал это правдой, или видел мираж в пустыне и считал его правдой. Поэтому мне необходимо четыре взаимосвязи. Если мы осознаем эти четыре взаимосвязи, то тогда мы будем на сто процентов слышать, что мы не понимаем, что мы не понимаем, что мы не понимаем. Придется слышать то, что говорит guru джиа, а если нет, то тогда не на сто процентов. Учитель говорит, что для человечества ум является причиной рабства и он же является причиной свободы. Он говорит, что «бандхай вишайя сактам муктай нирвишайам смртам». И «бандхай вишайя сактам муктай нирвишайя». И он же говорит, что этот ум, который испытывает интенсивную привязанность, и этот же ум, который свободен от всяких привязанностей, он является причиной и привязанности, и свободы. Продолжение следует... 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 Теперь давайте посмотрим, как же он открыл эту строчку. Когда мы говорим, что наш ум может быть чистым и загрязненным, то что же происходит с умом животных в этом случае? Можем ли мы научить тигра, что, пожалуйста, не ешь мясо, насилие – это плохо? Задайте вопрос, почему? Ну, простой ответ заключается в том, что ум может быть свободным, потому что мы думаем, что мы имеем свободный интеллект, мы имеем свободный волк. И простой ответ заключается в том, что ум животных контролируется природой, и они ничего не могут с этим поделать. А наш ум, хоть он и тоже контролируется природой, но у нас есть еще и такой компонент ума, как свободный интеллект, с помощью которого мы можем изменить поток умом и освободиться. Если все согласны, то почему тогда мы не думаем и не анализируем? Кто-то скажет это, потому что у меня нет времени, я уже слишком занят различными видами стрессов и страданий. Почему же нам не надоедает испытывать стрессы и страдания в течение столь многих лет? Кто-то скажет, ну у меня же есть такое право расстраиваться, злиться, реагировать, ссориться, это мое неотъемлемое право. Это и есть подтверждение тому, что здесь говорит наш животный. Физиологические процессы взросления контролируются природой, как в людях, так и в животных. Но процесс умственного взросления контролируется нами самими, и если мы не хотим заниматься взрослением нашего ума, то тогда мы обречены страдать. Для того, чтобы объяснить этот принцип своим ученикам, Будда сказал им, забудьте о всяких ритуалах, обо всех обычаях, и идите путем анализа и размышлений. Кто-то скажет, у меня нет на это времени, я слишком занят всякими стрессами и страданиями. На следующем занятии мы поговорим детально о четырех этих взаимосвязях, и также обсудим, почему Будда говорил, что нам нужно познать себя.